В миску всыпаем 300 г творога, 40 г сахарной пудры, пакетик ванильного сахара, щепотку соли, 2 чайные ложечки какао и 40 г размягченного сливочного масла. Все необходимо взбить блендером до пастообразной консистенции. Эту массу взбиваем блендером. Вот такая шоколадная масса у нас получилась. Ложим досточку, застилаем ее или же полиэтиленом. У меня же есть силиконовый коврик, я постелила досточку силиконовым ковриком. Дальше нам нужно взять кондитерский мешок с большим диаметром. Если же такого кондитерского мешка нету, у меня его, например, тоже нету, я возьму полиэтиленовый пакет и обрежу уголок большого диаметра, то есть где-то приблизительно 4-5 сантиметра. Обрезали угол 4 сантиметра. Наполняем наш мешочек нашей творожной массой. Используем. Используем. Далее продвигаем нашу массу на конец этого угла. и выдавливаем такие трубочки сантиметров по 5-7. Используем. 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 Уже intend. Используем. 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 Наши трубочки мы ставим на 2-3 часа для застывания. Для глазури я взяла темный шоколад. Он продается большими плитками по 300 грамм. Специальный такой шоколад для глазурирования десерта. 80 грамм нужно нам для наших батончиков творожных. Этот шоколад мы растопим на водяной бане. Наш шоколад растопился. И сюда сейчас добавим 20 грамм растительного масла. Перемешиваем тщательно до однородной массы. Вот такая вот однородная масса у нас получилась при соединении с подсолнечным маслом. Чтобы не было поливать шоколадом наши творожные батончики, я распалила вот такую свечу и вставляю ее в фондюшницу. Вот таким образом. И ставим на нее чашу, в которой мы разогревали шоколад. Вот таким вот образом. То есть там будет поддерживаться огонечек фондюшницы. И шоколад не будет застывать. Тем самым временем мы принесли наши творожные батончики, наши полуфабрикаты. И на палочку фондю будем натыкать вот таким вот образом. На любую можно зубочистку, на любую палочку какую-то. И макаем в наш шоколад. Это нужно делать быстро. Шоколад сразу же остывает. Я натыкаю с другой стороны палочку. А эту я вытащу. И таким образом я окуну в другую половиночку нашего шоколадного батончика. И ложим для застывания. Я положила на коврик. Можете положить на вашу дощечку. Добавляем шоколад. И снимаем на наш кофе. Берем еще одну палочку. Надеваем ее вот таким вот образом. И опускаем в нашу фондюшницу. И доливаем наши недолитые части. Батончик готов. Снимаем и одеваем следующий. Снова зануриваем в фондюшницу. И ложечкой доливаем в недолитые части. Готов. Насаживаем следующий. И так все наши батончики. Прокручиваем в шоколаде. Стараемся как можно больше охватить. И доливаем. Когда все батончики ваши будут упалиты шоколадом. Ставим на 20 минут в холодильник. А теперь приготовим фольгу для завертывания наших шоколадных сырковых батончиков. Вот таким вот образом я отрываю где-то сантиметров по 17-15-17 сантиметров. И пополам наши батончики готовы. Вот такой вот она имеет вид и размер. И заготавливаем на все ваши батончики. И сколько вам необходимо. Я уже вот порезала и заготовила на все наши батончики. Теперь достаем наши батончики, которые находились в холодильнике. И будем их заворачивать. Наши шоколадные батончики очень хорошо застыли. Вы можете посмотреть. Я переворачиваю. Они не падают. Очень хорошо застыли. И теперь будем их заворачивать. Вот сняли. Прекрасно он снялся с нашего силиконового коврика. И ложим на фольгу. И заворачиваем. Так конфетку. Все готово. Берем следующую. Она прекрасно отходит от нашего силиконового коврика. И очень хорошо заворачивается. Заворачивается. И так заворачиваем все наши батончики шоколадные. Все батончики мы завернули. И теперь можем ложить их в морозилочку. А потом доставать за полчасика до того, как вы хотите угостить ребятишек, чтобы оно немножечко оттаяли. И это лакомство из нашего детства. Порадуйте и своих деток тоже. Ребятишки будут очень довольны. Это очень вкусно. Приятного вам аппетита. И всего вам доброго. Пока-пока. А кому понравилось, ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. И подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok